Костюмы буквально сверкают, при этом прически простые и макияж легкий, натуральный. Волнение модели выдают ежесекундное подглядывание в зал. До выхода на подиум остались считанные минуты. Этого должно хватить, чтобы, например, поправить головной убор. Костюм княжеско-жиреческий. Пошел, убери. Вот это называется убрус, который одевается под венец. И вот такими красавицами были русские славянки. Волгоградский модельер Марина Колодкина привезла на конкурс национального костюма наряды женщин в дохристианской Руси и детскую коллекцию под названием «Маленькая княжна». Девочки-модели не капризничают, ждут своего выхода. С мальчишками сложнее, за ними глаз да глаз нужен. Так, ты опять же, мой друг, вот эти вот модные кверху. А раньше носили мужчины, мужчин не было причесок. Раньше мужчин, мужчин первыми была прерогатива носить серьги. Раньше женщины, девушки не носили сережки. Дефиле в синем зале Краевического музея знакомит зрителей с историей костюмов русского, казахского, нагайского и немецкого народов. Конкурс «Легенды губернии» проходит в рамках международного фестиваля «Астрахань многонациональная». Калмыкия представила женские наряды. Фасон один, цвета разные, меняются воротнички и головные уборы. Они разной формы. Астраханский модельер Алексей Кужель акцентировал внимание на голубом цвете. Модели в стилизованных русских нарядах. На каждом платье изображение астраханских достопримечательностей. Башни Кремля, лотос и, конечно, лебединое озеро. Его сложно представить без птиц. Как и хороший костюм невозможен без аксессуаров. Шляпки дизайнер выполнил в форме лебедей. Это сделано из волос, искусственных волос. То есть это постежерное изделие, которое вплетается, идет плетение. И использование страз, элементов, ну я не знаю, много чего, в принципе, вплетает постежерное изделие. Модельер-конструктор Асиэт Мсакаева из Карачаевой Черкесии привезла в Астрахань 15 костюмов. Ее модели завершают показ. Перед тем, как шить костюм Асиэт несколько часов, проводит в музее или библиотеке. Очень много есть литературы, очень много есть откуда брать. Костюмы исторические, ногайские, это и кубанские, это и крымские, это и румынские, это и дагестанские ногайцы. Поэтому разнообразие костюма просто очень-очень обширно. В этом году конкурс собрал больше ста человек. Это в два раза больше, чем в прошлом. В жюри представители Министерства культуры. Участники показали это графические и сценические национальные наряды. Еще одна номинация куклы в национальном костюме. Здесь в основном представлены районы Астраханской области. Так, на гаечку приехала из села Джанай, а Настенька из Камызяка. Всего здесь представлено 20 кукол. Лучшую куклу определить было непросто, поэтому дипломы получили все рукодельницы. Грам-при конкурса «Легенды губернии» взяли представители Калмыкии. После официальной части участники не расходятся. Еще долго примеряют наряды друг друга, делают фото. И явно не за тем, чтобы оценить отстрочку. Это и есть дружба народов. Автона Урумбаева, Андрей Разумный, Центр новостей.